Его долго ждали и он пошел. Снег в Автограде продолжает идти уже вторую неделю, а вместе с ним продолжают свою работу и дорожники. За несколько дней в городе выпала двухмесячная норма осадков, и такой объем уже успел внести коррективы в жизнь челнинцев. Возросло число ДТП, увеличилось и количество пациентов в травмпунктах. Тему снега не обошли стороной сегодня и на деловом понедельнике в мэрии. На совещании Наиль Магдеев призвал коммунальные службы не затягивать с уборкой улиц. Эти выходные превратились в рабочие будни для сотрудников предприятия автодорог. Если простые челнинцы могли позволить себе не пользоваться автомобилями несколько дней, то у дорожников такой привилегии не было. Непрекращающийся снег внес свои коррективы не только на дорогах города, но и в график уборки спецслужб. Сейчас техника работает в две смены – днем и ночью. Трудятся во дворах и управляющие компании. Однако полностью очистить город от снежных осадков становится все труднее. Сказать, что спецтехники на дорогах автограда не видно нельзя. Однако очистить все улицы полноценно не удается. Мешают припаркованные на обочинах машины. Причем некоторые автовладельцы оставляют своих железных коней у дороги на несколько дней. Проблемы в основном возникают с припаркованными автомобилями на проспектах, потому что неудобно чистить и также остаются непрочистены. Сужаются дороги. 40 лет победы. Машины паркуют во многих участках. Чтобы справиться со снегопадом, в одну смену выходит более 70 единиц техники. А это автоколонны из нескольких машин. Погрузчики, щетки, пескоразбрасыватели, а также техника по проливу опасных участков от наледи. Все это необходимо для очистки улиц в установленные сроки. Снег выпал через час. Все очистить невозможно. Есть определенные расчеты. Но в драмативные сроки приведения в порядок магистралей, дворов, в них необходимо укладываться. Также мэр напомнил о важности уборки территорий образовательных учреждений и городских предприятий. По словам Наиля Магдеева, обсуждение качества выполнения этих работ будет проводиться еженедельно.